Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем мои занятия, которые были при основании Потеряевки с 91 года. Вот что-то случилось, проводили телефон, и у меня сразу эта тема. Считаем, теле, фон. Телефон. Далеко слышать телефон. Теле, далеко значит, а фон слышать. Телефизор далеко видеть. Поставили телефон нам в Потеряевку. Это непросто. Этот номер 22-022, при том через восьмерку можно... Сейчас может быть даже и другой уже. Можно звонить далеко, даже в Москву и в Америку. Провели, а этот номер телефона взяли у начальника сельсовета. Голос человека это сотрясение воздуха, создает наша гортань, голосовые связки. Сотрясает воздух, как говорят, о пустых обещаниях депутатов. Слышать невозможно и на далекие расстояния бытие. Я в телефоне, все говорю. А что о нем говорить? О-о-о, у меня такие стихотворения написаны на телефоне. Ты его целовать будешь. Давай. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. Вот и телефон первый. Неизвестно, на каком расстоянии от Бога был Адам, но не написано, что он увидел Бога. Кто хочет знать Божий телефон, я могу сказать даже номер 33-3, книга порока при Еремии. Еремия. Звоните Богу, вот где написано. Я узнал. Воззови-ка мне и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Еремия, 33 глава, 3 стих. Звоните пощаще. Мы не добираем до Божьего, у нас двойки. Нам обещали подумать и провести предземный кабель, но у него есть свои недостатки. Нам объяснили, что он от мороза может рваться, и его любят грызуны и перегрызают почему-то. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете жмаление ваше, я не слышу. Ваши руки полны крови. Вот так. Это ненависть. Которые сеют дворки, это руки полные крови. Ненависть. Просто скрижащими зубами. Смотри, как на улице, где они выходят. Какие-то миссионеры. Смешно даже. А дело нужно немедленно ликвидировать. Это люди, которые идут туда. Они по системе мира пытаются делать, заорганизовать все. Все это говорить. А видно, любви нет. С кем разговаривать. Как? Ну, а видно было. А какое обращение? Это с сынами геенны делает. В Писании говорит. Эту линию телефона к Богу дьявол может разбить вдребезги грехом нашим. Но ее можно восстановить. Еремея. Слава Иисусу Христу! Давай. И вы зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. Телефон можно восстановить. Псалом 90-й. Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его, и прославлю его. Писая. И будет прежде, нежели они воззовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу. У Божьего телефона есть иеха какое-то. Псалом 61. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. Раньше вести несли бегуны, вести несли бегуны, или почтовые кареты, голуби почтовые, огни ночью разводили, или дымом, знаками на холмах. Испытания электрических зарядов испробовали на море. Азбука Морзе. Потом речи. И сейчас есть видеотелефон. Разговариваешь, и можно видеть того, с кем говоришь. Еремея. Ганес бежит навстречу гонцу, и вестник навстречу вестнику, чтобы возвестить царю Бавилонскому, что город его взят со всех сторон. Со всех сторон? Всех концов. Ну так считай правильно. Ну зачем ты? Вот. Еще я дальше. За 3600 лет до наших дней мы читаем Иов, и вот приходит вестник к Иову. Пророк Илья был беспощаден нарушителем закона. Когда люди отступили от Иеговы, он отменил все метеосводки, и все барометры остановил за красную черту. Засуха, суховей. Подохнете с голоду все, пока не пойдете к Господу Богу моему. А люди поют, и мороз, и знойный ветер, если надо, укротим. Бог посылает его пройти по всей стране, чтобы убедиться, что в стране поваленный голод и мор среди животных. Он видит пустыню, доходит до царя. И когда началось соревнование, кто кого, огонь сошел с неба, солнце как бы раздвоилось, попалил огонь жертву. Он тут же приказал схватить парторгов и отсечь им голову. Им нужен Нюрнберг. И пошла перестройка в Израиле. 850 голов поплыли по Кессону. Третье царство. И сказал им Илья, схватите пророка Валовых, чтобы ни один из них не укрылся. И схватили их, и отвел их Илья к потоку Кессону, и заколол их там. Установилось истинное богопоклонение, и закончилась эта зараза. И бог слышал Илью, у него телефон работал без перебоев. И этот же сотовый телефон он передал Елисею, своему верному сподвижнику. Сегодня очень любят подслушивать, записывают твои разговоры, и потом заворотник. И потащат в КГБ, или просто исчезнешь. Четвертое царство. Царь сирийский пошел войной на израильтян, и советовался со слугами своими, говоря, в таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан. И посылал человек Божий к царю израильскому сказать, берегись проходить всем местом, ибо там сирияне залегли. И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег себя там ни раз, ни ни два. И не встревожилось сердце царя сирийского по всему случаю. И призвал он рабов своих, и сказал им, скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским. И сказал один из слуг его, никто, господин мой царь. А Елисей пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей. Вот у него жучки какие стояли. Прямая связь с Богом открывает тайны. У Елисея был свой телефон и телевизор, и он видел, что делал царь иностранной державы. Видел то, что было скрыто за холмами. Когда его слуга Гиезий поперхнулся взяткой корыстно от Неймана, он устроил ему допрос, 4 царство. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему, откуда Гиезий? Он сказал, никуда не ходил раб твой. И сказал он ему, разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился на встречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, или мелкий, или крупный скот, и рабов и рабынь? Пусть же проказы Нейманова пристанут к тебе и к потомству твоему навек. И вышел он от него белый, от проказы как снег. Ох как, какая власть была. Придумали разные миниатюрные микрофоны, в замки портфеля и в каблуки ботинок монтировать. Могут за сотни метров прослушивать, как в идущей впереди машине разговаривают. Писали, как придумал один подслушивать совещание. Большая муха была снабжена миниатюрным передатчиком. Она в открытую форточку влетает, на определенный запах собравшихся. Заранее муха была опрыскана, чтобы, влетев, тут же упасть и предаваться, передавать все говоренное там. Вот как. Сколько работали над ней-то. Иначе она будет летать, ее увидят. У Сталина было подслушивающее устройство вертушка. Построил диму чехословацкий ученый, который после этого был расстрелян. У другого была ученая собака, с которой он никогда не расставался, и сумели скормить этой собаке кусочек колбасы, в которой было передающее устройство, которое прикрепилось к стенкам желудка и питалось теперь биотоками собаки. И так как он ее брал, даже купаясь, и там в один разговаривал о самом таинственном с кем-то, это было слышно людям, которые это подстроили. То есть ему казалось, что рядом собака, никто ниоткуда никак, в помещении жучки, а что жучок внутри собаки, он об этом не думал. Невежество человека подслушивать у дверей. Благоразумный жив огорчится таким бесстыдством. Псалон 9. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного, глаза его подсматривают за бедным. Псалон 36. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его. Сирак. Как охотничая птица в западне, таково сердце надменного, он как лазутчик подсматривает падение. У меня нет телевизора, нет пианино и других цивилизованных приборов. Я всех их отдам за телефон. Для меня это самое лучшее достижение в технике. Я могу так часто любым поговорить, сделать все дела, вызвать друзей или узнать о больном. Без холодильника, без кондиционера легко обойтись. Ну, даже представить трудно, как сложно будет жить без телефона. Я начальник детского лагеря и мне постоянно звонят. И вот я в бане труба, ее надо чистить, а там трудно держаться. Руки сажены, но телефон при мне здесь. И вдруг звонок. Руки сажены, и надо лезть и брать. Ну, что ж это не вовремя такое-то. А когда кто-то заговорил, я узнал, что это человек, а один из самых близких мне говорит. Я думаю, вот поторопился я, ладошь сажена эта. Телефон. У меня его не было вот такого телефона. И нашелся один предприниматель, не построил. Купил его, поставил. Я как-то недавно показал свою записную книжку. У меня там две с половиной тысячи, кажется, адресов. Которым я звонил, кому-то приходил. На день телефона у них они разрешали. Я целый день названивал, когда начинались занятия в университете. И сколько людей пришло, и даже есть, которые сейчас еще в общине, ну, не умерли живые. Вот так. Все на этом. Богу нашему слава. Это оторвал он просто. Оторвал. Оторвал его. Вот.